Всем привет, с вами Авто МПС, я Игорь Сирин и сегодня я за рулем BMW. Это видно по всему, экран развернут ко мне, вся центральная консоль тоже немного смещена, ну и разумеется на руле у меня пропеллер. Да, но какая это BMW. По оснащению интерьера может показаться, что это пятерка BMW, это будет примерно половина, правда? Может показаться, что это пятерка GT, если вы посмотрите на заднюю часть автомобиля, но это шестерка. Слева от меня стоит трехлитровый Audi A7, у него DSG, у меня честно 8-ступенчатый автомат DSG, мокрый, вроде бы более-менее надежный, но самое интересное, что и там, и там трехлитровый дизель. Там V6, здесь, разумеется, рядная шестерка. Там где-то камера, но я чуть-чуть вырываюсь. Я чуть-чуть проиграл старт, но потом постепенно-постепенно шестерка догоняла семерку, и так и должно быть, потому что по заводским характеристикам этот автомобиль едет до сотни за 6 секунд. И, кстати, это забавно, у BMW полноприводные автомобили едут чуть-чуть быстрее заднеприводных. Обычно это наоборот, потому что замеры проводятся, разумеется, на хорошем асфальте, на сухом, на чистом, на теплом. Кроме того, современные колеса, достаточно широкие, позволяют реализовать всю тягу на моноприводном автомобиле, особенно на заднеприводном, когда при разгоне абсолютно приподнимают нос и так далее. Ну и к тому же полнопривод имеет дополнительный вес. Но, несмотря ни на что, полноприводные BMW едут на десятку быстрее заднеприводных. На выбор предлагается несколько разновидностей шестерки. Есть базовая версия, индекс 630, так же, как и у моего автомобиля, но ай, бензиновый, двухлитровый, четырехцилиндровый моторчик, 249 лошадок. Все понятно, но он только с задним приводом. Если хотите полноприводный автомобиль, добавьте полмиллиона. Четыре миллиона с маленькими копейками. И на выбор есть либо 630D, с рядной трехлитровой шестеркой, либо 640i, тоже с рядной трехлитровой шестеркой, но уже бензиновой, мощностью 340 лошадиных сил. Ну, я, честно говоря, не знаю, ну, 6 секунд до сотни. К тому же, при спокойной езде, вот этот автомобиль потребляет, ну, порядка 8,5-9 литров. Ну, при активной, разумеется, побольше. Бензиновый будет заметно. Прожорливый, ну, это, наверное, не важно. Звучит мотор превосходно, тянет, отлично. Кстати, у этого дизельного BMW есть одна оригинальная фишка. Двигатель дизельный. Приходишь с утра к автомобилю, на улице минус 8, холодно. Нажимаешь на кнопку запуска двигателя и, в принципе, готов к тому, что несколько секунд будут гореть все лампочки и будут работать свечи накаливания. Нет, моментально. Нажал на кнопку, двигатель заводится, ну, максимум полсекунды. Я не знаю, как они это делают, но очень неожиданное ощущение. С точки зрения шумоизоляции узнать, что у вас дизель невозможно. Догадаться вот по каким-то вибрациям, на холостых, цокот характерный, ничего этого нет. Он просто едет под хорошей нагрузкой, с полным газом, отлично ревет. У меня машина в достаточно богатой комплектации, я постепенно покажу какие-то оригинальные фишки. Например, есть дистанционное бесконтактное управление магнитолой, в частности, громкостью. Вот так вот медленно вращаем пальцы. Ты знаешь, что своими оценками куда идти? Куда? Могу исходить. Вращаешь пальцем медленно, система не реагирует. К черту. Тут просто есть крутилка здесь, есть почему-то регулировка громкости на правой спице, хотя должна быть на левой. Правой рукой я и до ручки дотянусь. А левой было бы хорошо иметь регулировку на руле. Увы. Вот здесь есть не просто место для хранения мобильного телефона, здесь есть беспроводная зарядка, причем она может пригодиться не только в случае с мобильным телефоном, но еще и в случае с ключом зажигания. Он здесь тоже немного напоминает смартфон, у него есть такая же кнопочка включения, есть цветной экранчик, сенсорное управление и так далее. И разумеется, такая штука нуждается в подзарядке. Поэтому кладем ее вот сюда и ключик заряжается. Капот у BMW открывается без какого-то ни было фиксатора. То есть ничего, просто если он открыт из салона, там же рычажок нужно дернуть два раза. И дальше он просто поднимается. Обратите внимание на жабры радиаторной решетки, они либо открываются, либо закрываются, в зависимости от того, насколько сильно прогрет либо охлажден двигатель. Это важно в первую очередь с точки зрения аэродинамики. И благодаря этому, благодаря идеальной форме кузова заднему антикрылу, коэффициент аэродинамического сопротивления у новой шестерки GT 0.25. Это на четыре десятки меньше, чем было у пятерки GT. У него было 0.29, тоже хороший показатель, но 0.25 это, наверное, близко к идеалу, когда мы говорим про нормальные гражданские автомобили, а не какой-нибудь, ну, прям уж совсем зализанный обмылок. У меня трехлитровый дизель, разумеется, рядная шестерка, и мне кажется, это лучшее, что есть у BMW на любой машине. Здесь, честно, шесть цилиндров. Восьмицилиндровых моторов на шестерке пока нет, но они появятся попозже, будут, но мне кажется, это чуть будет избыточно, к тому же от 0 станет заметно тяжелее. Ну и, конечно, обратите внимание на огромное количество алюминия, здесь из него практически все. Алюминиевый капот, распорки, чашки, подвески литые, видно, ребра, то есть их отливали вот прям под сам кузов. Колесных арок изнутри практически нет, то есть от стойки подвески вперед, это просто мягкий шумоизоляционный материал для того, чтобы защищать моторный отсек от грязи и так далее. То есть металла здесь просто не предусмотрено никакого. Обратите внимание на то, что двигатель расположен максимально низко, то есть он заметно ниже, чем та точка, на которой будет лежать капот. То есть вот здесь есть небольшой перепад высоты, это приятно, это снижает центр тяжести. Опоры подвески находятся, ну, практически в середине двигателя, но на самом деле мотор еще больше смещен назад, потому что это опоры подвески. А вот ось колеса, и посмотрите, то есть вот опора подвески, все равно вот здесь, а ось колеса вот здесь вот. Это знаменитый баварский, ну и точно такой же у Мерсеса используется кастер, то есть стойка передней подвески наклонена для того, чтобы автомобиль максимально стабилизировался на высокой скорости. Ведь это BMW. С задним антикрылом я бы, наверное, был аккуратен и по возможности держал его всегда приподнятым, потому что на скорости за 120 км в час он автоматически должен выдвигаться, потом должен обратно уезжать. Но мы с вами живем в России, тут снег и так далее. Все это дело может покрыться коркой заднего дворника, к сожалению, не предусмотрено, как хотелось бы на автомобиле с подобным кузовом. Да, грязь снизу не пролетает в любой ситуации, но прошел снег, прошел дождь, стекло заднее грязное, включил подогрев стекла, корка изнутри подтаяла, сверху снег по-прежнему стоит. К тому же с крыши постоянно снег пролетает на заднее стекло и здесь очень хорошо лежит, поэтому задний дворник бы очень пригодился. Но, извините, это BMW. Соответственно, как только включаешь подогрев стекла, вода на нем начинает таять, она стекает вниз и дальше спойлер уже не убирается. Так что зимний вариант это всегда приподнятый спойлер, ну к тому же у него есть специальная кнопка управления. Открывается багажник, разумеется, с ноги, то есть я подошел тут с сумками такой, раз, мигнули лампочки, багажник открылся. Баварца обещает, что здесь 600 с лишним литров. Не знаю, я глазами их не вижу. Он очень хорошо отделан, максимально широкие арки, достаточно большая длина. Задний диван разделен на три части и можно по отдельности складывать каждый элемент. Есть ручки для складывания сидений отсюда из багажника. Внизу две ниши и в том числе сюда можно убрать эту полку, если соберетесь отвезти... Нет, холодильник на этих машинах не возят. Полочка, обратите внимание, стоит на газовом упоре. Вниз можете не пытаться забраться, там нет ничего, там пол. Снизу выхлопная система, там редуктор и так далее. То есть запасного колеса у шестерки быть не может как класс. Шины Run Flat, ни тебе баллонника, ни тебе компрессора, ничего с собой возить не надо. Но в случае, если пробились в России, ну аккуратненько, до какого-нибудь шиномонтажа, там все равно запаски не найдете. Но в лучшем случае поставят грибок, как-нибудь доберетесь. Не знаю насчет 600 литров, но багажник достаточно большой, очень удобный по сравнению с традиционными седанами. Жить с таким автомобилем, конечно, намного легче. По длине колесной базы новая шестерка GT, так как и пятерка GT предыдущего поколения, идентична к короткобазной семерке. И это чувствуется, это видно. То есть сейчас переднее сидение установлено под мой рост, метр восемьдесят. И сзади у меня, ну, сантиметров десять есть точно. Есть немного над головой. Ну, сколько-то есть, конечно, не так, как в семерке, потому что по сравнению с предыдущей пятеркой GT здесь все-таки сделали красивый силуэт. Она перестала быть горбатой. Да, мест над головой стало чуть меньше, но все равно достаточно, сидеть можно. Есть третье сидение. Оно формально, но не идеально отформовано. Но есть ремень, есть третий подголовник, так что сидеть можно. Центральный подлокотничек. Красивый отсек. Подстаканнички. Все по-взрослому. Кроме того, сидение можно сложить, например, для перевозки лыж. В моем случае есть даже блок климат-контроля, причем с раздельной регулировкой для правого и для левого пассажира. И есть электропривод в спинке заднего дивана. Можно откинуться. Диапазон не очень большой, но очень комфортный. Вот как раз в той зоне, где его и нужно регулировать. То есть вот так. Такая, ну, обычная вертикальная посадка. Вот так, чуть более комфортно. Откидываться дальше не хочется. Бывает на японских машинах есть спинка, которая, ну, практически падает под 45 градусов. Но это достаточно вредно для позвоночника. Так что баварцы предусмотрели именно такую комфортную, удобную посадку. И путешествовать в таком автомобиле даже сзади будет хорошо. В нарушении баварских традиций центральный тоннель не слишком большой. Зато здесь предусмотрена полочка для мобильного телефона и пара розеток на 12 вольт. Хотя на самом деле удобнее были бы USB. А теперь представьте себе ситуацию. Возвращаетесь вы из торгового центра. Ну, не знаю, с покупками, без, неважно. И два умника. Оставлял машину, все было красиво. Здесь грязное нечто. Там чуть более чистое, но тоже нечто. И войти в автомобиль, ну, практически невозможно. То есть можно, но как-то притираться тут. Это не наш метод. Ведь это же BMW. Ключик. Соответствующая кнопка. Режим управления парковкой. Я нажал, жду соединения. Не быстро работает система, но работает. Так, нажимаем кнопку. Запускаем двигатель. Машина закрыта, как видите, даже зеркала сложены. Процесс может занять до 30 секунд. Все, работаем. Поехали. В салоне, как видите, нет никого. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько. Приехали. Все, стоим. Открываем двери. Поехали. Итак. Поехали. У BMW есть два режима отключения системы стабилизации. Просто отключенный, когда нажал быстро, называется оптимальная тяга при ограниченной стабилизации движения. То есть это тот режим, когда BMW делает вас лучшим водителем, чем вы есть на самом деле. То есть, как хочешь, дави на газ, машина немножко встанет боком, ее откорректировал рулем, и дальше разгоняешься, и постепенно угол заноса падает. Очень красиво, девушке в восторге, вам почти не страшно. А есть настоящий режим, когда ESP выключено полностью, совсем полностью. Драйв. Поехали. Акцент, разумеется, назад. То есть, постоянный привод задний. И только по чуть-чуть, постепенно, электроника подключает передний мост. Только тогда, когда это по-настоящему необходимо. И тогда, когда она считает это нужным. И, конечно, управлять таким автомобилем одно удовольствие. Это понятнее, чем Quattro на Audi, чем какие-то системы с постоянным полным приводом. Здесь все электронное, но настроено оно великолепно и рассчитано именно на удовольствие от вождения. Здесь, к сожалению, не слишком большая площадка. Вот. И у меня далеко не самые цепкие колеса. Но как она едет? То есть, вот прям кончиком большого пальца правой ноги и кончиком пальца. Все, больше ничего не надо. Главное, да, передним колесам хотя бы за что-нибудь зацепиться. И тогда можно развернуть эту землю вспять. Где там? Куда я ехал? Да, туда я ехал. Поехали. Прекрасно. Масса удовольствия. Вот даже на маленьком пятачке. И обратите внимание, дизель спокойно крутится даже немножко за 5000 оборотов. Класс. На манер пятерки и семерки климат-контроль в значительной степени имеет электронное управление. То есть, это сенсоры. Изменение интенсивности обдува, вентиляции, подогрев сидений и так далее. Все это на сенсорах не самое удобное. Здорово, что здесь есть огромное количество функций. И климат-контроль раздельный не только в части регулировки температуры, а он полностью раздельный. То есть, и у меня, и у пассажира отдельно регулируется скорость работы вентилятора и отдельно распределяются воздушные потоки. То есть, я могу сделать, чтобы мне дуло тепло и в ноги, а пассажир может настроить так, чтобы у него был прохладный воздух и, например, в лицо. Идея хорошая, очень трезвая, но кнопочекается очень много и постоянно приходится. Ну, либо просто включаешь авто и дальше регулируешь температуру. Так нормально. Про знаменитую шайбу iDrive, ну, даже и сказать нечего. У нее есть сенсор, можно писать символы, когда работаешь с навигацией. Да, в общем-то, ну, есть и есть. Хорошо. Есть очень красивая проекция на лобовое стекло. Тоже может пригодиться. А сейчас я съехал с дороги и забираюсь зачем-то в лес. Ну, мало ли. Ну, тут же BMW как-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok По снегу здесь снега набилось столько, что капает везде Мне только что капнула капля за шиворот Да, но, посмотрите, это машина немецкой баварской сборки Спереди абсолютно родная заводская защита Алюминиевая, достаточно толстая, ну миллиметра три в ней точно есть, а то и четыре Она защищает переднюю часть до подрамника Подрамник, как видите, тоже алюминиевый Дальше идет еще один блок и тоже сварной алюминиевые защиты Подвеска классическая, ну как бы двухрычажная, хотя на самом деле состоит она из трех рычагов Один, второй, у каждого по своей шаровой опоре Стойка и там наверху еще один верхний рычаг И тоже, разумеется, алюминиевый Дальше уже пластиковая защита коробки передач Здесь по возможности шумоизоляция То есть это тоже щиток для аэродинамики И он выполнен из такого пористого материала, который еще и должен поглощать шум от выхлопной трубы Выхлопная труба одна, потому что рядный мотор Но посмотрите на ее диаметр Все очень качественно проложено Здесь тоже аэродинамические щитки И они с шумопоглощающим покрытием для того, чтобы защитить салон от шума И, кстати, обратите внимание, что кардан это не видно А ведь это BMW и, соответственно, задний привод Здесь все закрыто алюминиевыми щитками Они отделяют выхлопную систему, не давая ей нагревать салон А кардан проложен внутри И обратите внимание, здесь с краю стоит не традиционная крестовина, а резиновая муфта Потому что сам редуктор закреплен на алюминиевом же подрамнике Но, несмотря на большое использование алюминия Нижние рычаги стальные, это магнит Вот это один маленький рычажок Вот этот большой нижний рычаг И он тоже стальной Его прикрывает, разумеется, пластиковый щиток Дальше там есть вот еще тоже стальные элементы Соответственно, задняя подвеска в обслуживании вряд ли будет дорогой Разумеется, есть стабилизатор, есть противовес В общем-то, все красиво Выхлопная система И где-то здесь должен быть бензобак Он расположен под задним сидением Вот его одна половинка А вот вторая Он пластиковый, а снизу его удерживают алюминиевые хомуты И расположен он выше, чем основные щитки И главное, выше, чем вот эта распорка Так что здесь все должно быть достаточно хорошо защищено И мы сейчас катались достаточно долго по снегу И никаких повреждений, никаких глюков Хотя электроники в этом автомобиле предостаточно Вот здесь есть датчик на выхлопной системе Вот здесь мозги коробки передач Ну и в принципе, если туда заглянуть вдаль Там очень много всего интересного Кажется, что на такой машине может быть просто страшно ездить Но между тем, как видите, она справляется И обратите внимание на вот эти мощнейшие распорки В задней части кузова А у меня ведь всего лишь 630 Представляете, что будет, когда появится, например, М6 Какого размера, какой величины будут здесь все вот эти усилители Для того, чтобы выдержать вдвое большую мощность Ну и в полтора раза больший крутящий момент Мотора достаточно Полный привод работает превосходно Снаружи красиво Появилась наконец-таки пневмоподвеска Не просто для обеспечения комфорта И постоянного дорожного просвета Но еще и с возможностью изменения С ростом скорости шестерка сама приседает на сантиметр вниз А при желании и при нажатии соответствующей кнопочки Она поднимается на 2 сантиметра вверх Стандартный дорожный просвет 14 сантиметров Соответственно, его можно поднять до 16 И тоже не бог весь, какая величина Учитывая, что колесная база больше 3 метров Большие свесы У меня еще и М-обвес То есть бампера еще ниже, еще массивнее 19-е колеса разноширокие Ну, то есть это не внедорожник Но все-таки уже можно чуть-чуть приподняться Ну и, скажем, чувствовать себя не хуже, чем в кроссовере Но при этом обладать красивым, очень элегантным, стильным автомобилем И опять-таки с безрамочными дверьми С вами был блог Авто МПС Я Игорь Сирин Хорошего дня И не забывайте подписываться на наш канал Будет интересно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!